Привет! Новогодний выпуск МусНьюз, и это значит, что сегодня самое время подвести итоги уходящего 2019 года, года свиньи. Я надеюсь, он ни с кем из вас не повел себя по-свински, а мы будем встречать новый 2020 год, год крысы, и перед этим подведем итоги уходящего года. Погнали! Сейчас я расскажу вам, что же самого интересного и важного происходило в каждом месяце уходящего года, и начнем мы с января. В январе был День студентов, 25 января в седьмом корпусе нашего политеха со студентами и с ректором отмечали прекрасный праздник, и по секрету пили медовуху, но только студенты-зрослые люди, как бы можем себе позволить. В январе тоже будет такой же праздник, поэтому приходи, пробуй, наслаждайся, и мы тебя будем ждать. В феврале наш политех стал соучредителем Института регионального развития, который помогает развиваться в Самарской области, и вот уже почти целый год. Классно! В марте в состав нашего вуза перешел спортивный комплекс «Заря». Это очень замечательная новость, потому что мы его давно хотели, просили, и вот он, наконец-таки, у нас. Стадион поможет решить проблему нехватки спортивных площадок. На заре голоса зовут меня. Конечно же, после марта у нас идет апрель, и в апреле прошла Самарская студенческая весна, на которой наш политех занял второе место. Но, конечно же, это еще не все. В этом году мы поборемся-поборемся за первое место. Мир, труд, май, потому что именно в мае прошел Первомай, а также замечательный праздник, День Победы, который мы отмечаем в нашем политехе вот уже из года в год. В июне у нас в политехе прошел День встречи выпускников. Это такое мероприятие, на котором встречаются все выпускники, и все просто, как название, так и происходит. И в этот раз у нас собралось более 500 человек. Июль. Прекрасный месяц, потому что именно в июле наш политех вошел в топ-15 лучших технических вузов России. А именно он занял 39-е место среди вообще всех вузов России и 14-е место среди технических. Горжусь своим политехом. Август. Последний месяц лета, и, конечно же, у нас проходила приемная комиссия по итогам второй волны, которой к нам зачислили 1687 человек. Со средним баллом ЕГЭ 69,6. Я считаю, что это очень хороший показатель. Следующий месяц это сентябрь. Как вы думаете, какое важное событие произошло в сентябре? Конечно же, День знаний нашего политеха, после которого мы все с вами вновь вернулись на учебу в наш любимый сам ГТУ. Десятый месяц следующий. И это, конечно же, октябрь. Новость просто пушка, потому что 5 октября появилась наша телестудия сам ГТУ. И вот уже как три месяца мы радуем вас своими видосами. И поэтому ждем от вас активности. Да-да-да. Вы не ослышались. Следующий месяц это ноябрь. И в ноябре у нас проходил концерт студенческого дебюта и сам ГТУ, и нашей области. Итоги которого вы можете посмотреть в наших прошлых выпусках. Ну, наконец-таки, месяц декабрь, которого мы все так долго ждали. Естественно, не из-за зачетов, а из-за того, что в нем проходило очень много всего интересного такого, как бал сам ГТУ и бал ректорский, на котором были награждены лучшие студенты нашего университета по нескольким направлениям. Это культурная деятельность, спортивная деятельность, общественная деятельность и научная деятельность. Конечно, моя любимая перова Диора Фаруховна опять-таки выиграла студента года. Ну, ребята, просто королева всех вуз-ньюсов. Также в декабре были выборы председателей студсовета на каждом факультете. И это очень классно, потому что за ними будущее нашего универа. Очень грустно завершать последний выпуск новостей в этом году. Мы, правда, очень старались. Это четвертый выпуск за три месяца. Я надеюсь, что тебе это все заходит. Ну, а пока ты готовишься к встрече нового года 31 декабря, я хочу тебе пожелать в новом году самого-самого сочного, мощного, классного. Отметь его как следует, загадая уже желание свое, чтобы в следующем году все зачеты, экзамены проходили вот так легко, как по маслу. И чтобы мы продолжали радовать тебя своими крутыми новостями. Люблю-люблю, целую-целую, обнимаю-обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...